Друзья, всем привет! С вами Леся и сегодня будет для меня очень интересное видео. Очень интересные покупки для меня были, потому что это косметика Стеллари. Косметика Стеллари представлена только в Магнит Косметик, это их бренд собственный. И для меня это нечто недоступное. Расскажу почему. Потому что мы более двух лет назад переехали в другой район и здесь вообще нет нигде Магнит Косметика вообще. И нет его вообще нигде в Москве, где бы я ни бывала. То есть мы ездим в разных направлениях, в разные места, в разные районы, но нигде я там не могу встретить вообще Магнит Косметик. Есть все что угодно, кроме Магнит Косметик. И поэтому для меня вообще я такой странный человек, у меня есть собственные бренды, собственные марки магазинов. Для меня это интересно, что это что-то такое некое, некий эксклюзив, да, некая недоступность может быть. И когда у меня была возможность попадать в Магнит Косметик, конечно, я что-то от Стеллари приобретала, но с тех пор прошло много времени, когда я что-то покупала. И мне девочки периодически говорят про Магнит Косметика, я знаю, так как в моей вселенной его не существует. И я вот мужу пожаловалась, говорю, так и так вот, все мне про Магнит Косметик говорят, а я ничего не могу купить. А он говорит, а что тебе там надо? Я говорю, ну вот мне нужна косметика Стеллари конкретно. И он мне, говорит, закачал быстренько приложение, говорит, вот на тебе, заказывай Стеллари. Магнит доставка, да. Да, там не весь ассортимент, там ассортимент ограничен, но я поковырялась, покопалась и кое-что себе заказала. И я так понимаю, здесь будут даже новинки какие-то, поэтому давайте приступим. Я даже все наносила на лицо, тестировала, немножко походила с этим, да, чтобы избежать какой-то там, может, жесткой реакции или еще что-то, чтобы посмотреть, как это все передается. Я напомню, что я не бьюти-блогер, я не макияжный блогер, и я не делала полноценный макияж лица. Я просто наносила конкретно определенные продукты, чтобы посмотреть на них. Поэтому здесь будут фотографии, которые исключительно несут в себе информацию конкретно о каком-то продукте. Я не старалась делать какой-то макияж, так как сегодня я сижу дома, просто наношу конкретные продукты и смотрю на них. Так, вроде бы все, все писала. И давайте начнем, давайте начнем с масла для губ. Вот такое вот масло. Мне захотелось его попробовать, так как я в поиске бальзамов для губ. Почему я в поиске? Потому что мой любимый бальзам для губ от лабораториума уже два раза мне приходил, БУ, потому что он там абсолютно никак не защищен, и все, кто хочет, его открывают и лазают. Поэтому, ну, как бы, понимаете, я не могу его заказывать чисто из того, что меня постоянно эти заказы расстраивают, постоянные разборки и так далее. Поэтому я ищу, какие бы я могла бальзамы, маслицы для губ покупать еще где-то. И я увидела, что у стеллари вот такое вот бальзам, такое вот масло для губ, оно в двух оттенках, я взяла в розовом оттенке. Очень красивое маслице. Смотрите, как оно переливается. Оно такое красивующее. Там, знаете, и салатовые блестки, какие-то голубые, и золотые, и розовые, чего там только нет. Не знаю, будет ли на камере видно, но мне кажется, видно. Смотрите, как красиво. Я заказ делала очень быстро, буквально, там, знаете, раз-раз-раз, и забрасывала себе в корзину. Кстати, я применила промокод на минус 15%. Там он на баннере светится, поэтому буду ценно говорить с учетом этого промокода. Такая вот, так раз, фокусировочка. Такая вот красота. Очень красивый бальзам я его заказала, а потом я очень сильно боялась, что у него будет охлаждающий какой-то эффект, мятный эффект, потому что я 100% таким не буду пользоваться, но у него этого эффекта нет. Но зато он очень странно пахнет, на мой вкус. Он пахнет кокосом. И даже не кокосом, вот прям кокосом, он пахнет Рафаэла. Вот просто чистый, чистейший Рафаэла, который, знаете, штук 5 вам открыли, выложили на тарелку, подставили под нос и сказали кушать. Так вот он пахнет. Не скажу, что мне нравится, не скажу, что прям вообще противно, но очень яркий аромат. По нанесению... По нанесению продукт не имеет никакого оттенка. Сейчас нанесу на руку, покажу вам. Он достаточно комфортный. Так что вы видели, да? Вот так вот выглядит. То есть губки выглядят ухоженными, они такие как немножко сияющие, да? Но никакого цвета, то, что он розовый, никакого цвета, никаких там мега сияющих блесток не видно на губах, просто ухоженные, мягкие губки. Продукт комфортный, не могу сказать, что его вообще не ощущается, но он достаточно приятный и достаточно комфортный. То есть первое впечатление, мне кажется, вы когда наносите на губы, сразу понимаете, липкость, нелипкость, комфортно, некомфортно. Ну вот это вот мне приятно было. И смотрите, какая упаковка. Мне кажется, упаковка безумно красивая, стильная. Мне вообще нравятся упаковочки Стеллари. Ну вот запах кокоса, да, он такой прям, даже не кокоса, а Рафаэлла, да, вот он есть. Стоимость масла 390 рублей. Девочки, копейки говорить не буду, потому что это уже прям чересчур. Так что вот такое вот маслице я заказала. Очень рада для меня. Девочки, знаете, мне муж заказ этот сделал, а я сижу радуюсь, у меня впечатление, как будто бы я себе сислое заказала, или томфорт какой-то. Настолько у меня счастья, настолько радости. Муж на меня смотрит, знаете, там потратила 2000 рублей, грубо говоря, но столько счастья. Все потому, что я очень хотела попробовать многие продукты Стеллари, и они просто для меня были недоступны. Мне их негде было купить, и вот я их заказала в приложении, и, ну, просто мне это в радость. Так что вот так вот, вроде бюджетно, но при этом счастье неописуемо. Следующее, что я заказала, это помада. С помадами Стеллари я знакома, и знаю, что они у меня не вызывают аллергии, но оттенки, которые я покупала, были для меня промах. Потому что, ну, у них больше на классические оттенки рассчитаны, ничего такого прям мега креативного не было, и не было тестеров, потому что, когда я попала в магазин, Магнит Косметик, начинался как раз карантин, да, и никаких тестеров, никаких свочек, ничего нельзя было делать. Поэтому, естественно, я просто покупала наугад по вот такому вот кружочку, да. Как-то темновато, девочки, получается. Ну уж, простите. Здесь у меня помада в оттенке 09 Трендсеттер. И, знаете, мне в эту помаду, кстати, привезли в очень таком плачевном состоянии. То есть она была вот так вот привезена. Несостыковка с буквами. Здесь были такие... Ребенчик отвлекает. В общем, были такие несостыковки, были вот эти вот все антикрашки, отлеплены, прилеплены. В общем, видно, что эту помаду открывали и смотрели. И я ее отмывала, ну, потому что мне было позорно просто ее показывать. Она такая была ужасная в этих налепках. Это все эти... Ну, понимаете, да, ужасно. Все липкое, грязное. Короче, я ее... Вот флакон сам я его оттирала. Ну, потому что само даже неприятно, да, держать в руках. Но когда я открыла помаду, я увидела, что она не своченная. То есть ее не свочили, ее не тестировали. Она, в принципе, нормальная была. То есть единственное, наверное, ее кто-то открыл, посмотрел, подумал, нет, это не для меня история, и положил на место. Не понимаю таких людей, честно. Я никогда не буду открывать новый продукт, смотреть его, если нет тестера. Я просто его либо куплю вслепую, либо не куплю. Поэтому, ну, как бы, хорошо, что они потестировали, да. И это такой вот интересный оттенок. Покупала, конечно, девочки все наугад. То есть я его покупала вслепую, ну, как бы, как на картинке. На картинке он, конечно, был, знаете, такой лилово-сиреневый, очень красивый. Это нюдовая линейка. И мне нравится аромат этих помад. Он просто потрясающий. Это аромат черного винограда, какой-то, может, изабеллы, вот что-то такое, лидии, вот такого вот винограда. Обалденно пахнет, конечно. И эта помада, она, конечно, очень хорошо наносится. Она такая прям жирненькая. Хотя вроде написано, что она матовая, но она не матовая. Она такая как кремовая. И достаточно жирненькая. Хорошо наносится, такая питательная. И она серо-лиловая, серо-фиолетовая. Не знаю, как она будет вот на камере смотреться, но в жизни она прям больше преобладает серый оттенок с фиолетовой ноткой. То есть она такая прям насыщенной, серо-лиловой. Я бы так сказала. Но фотографии сейчас вам, конечно же, вставлю. Достаточно интересный оттенок. И почему я приобрела, да, такой оттенок помады? Потому что в последнее время у меня с помадами напряженка. То есть я предпочитаю оттенки сиреневые, лиловые, не классические. И в последнее время я приобретала помады тут же Герленд, тут же Армани. Вроде бы на картинке это то, что мне нужно, но привозят это обычный какой-то ягодный. И я поняла, что если я не могу красивую яркую помаду то в таком оттенке купить, я лучше куплю. Пусть она будет не яркая, но это будет хотя бы мой оттенок. Потому что действительно проблема в основном помады либо нюдово-бежевые, либо красные, либо розовые, пыльная роза. Каких-то вот таких реально... Есть фиолетовые, темно-фиолетовые, но прям такие, знаете, как черничные. Они мне не нравятся, они не то, что я ищу. То есть я ищу светло-светленькую, какую-то яркую, но такую, ну не явно цвета, знаете, черных губ. Нет, не то. И поэтому я решила посмотреть, ну вот, я еще заказала другие помады. В общем, если я не могу яркую, сиреневую купить, пусть она будет не яркая, но сиреневая, как так. Здесь оттенок достаточно интересный. Я еще не поняла, как я буду с ним дружить. Но он мне понравился. На руке как-то вот он выглядит какой-то такой, знаете, даже не могу описать. Вот, ну выглядит вот так. На губах он выглядит немного по-другому. То есть там преобладает серый цвет, но так как он хорошо так наносится, жирненький, он серолиловый. То есть все-таки сирень там присутствует, но он не ягодный, не пыльная роза. В общем, ну вот я купила, и пока перевариваю информацию того, что я приобрела, я же, как бы поясню, я в поиске. В поиске, потому, возможно, будут такие разные покупки разных помад. Я их буду тестировать, и что-то для себя определять. Возможно, буду с чем-то миксовать из того, что у меня есть. В общем, вот так вот. Следующее, что я взяла, конечно же, не смогла пройти мимо, насколько я понимаю, это новинка Black & White. Девочки, не слежу за косметикой Stellar, потому что для меня это было как соль на рану, потому что, знаете, ты не можешь себе это позволить, не знаешь, где купить, и ты видишь эти новинки, и у тебя хочется. И я просто из группы Stellar удалилась, и если кто-то показывает новинки Stellar, я закрываю глаза, не смотрю, ну, вы понимаете, да? То есть, ну, чтобы себя просто не расстраивать. Ну, вот это вот, посмотрите, какая красота, Black & White, я взяла White. Там есть и Black, насколько я понимаю, такой, как бы, черная вот эта вот крышка, очень, кстати, красиво выглядит. Мне понравился сразу этот дизайн. Я знаю, что там много продуктов из этой серии, и палетки теней, но я пользуюсь только жидкими сейчас. Кстати, палетки теней и не было в наличии. Повторю уже, да, что заказывала в приложении, там достаточно ограниченный выбор. Значит, что по поводу этих теней? Достаточно интересный оттеночек. Самое интересное, что вот, когда его вот так вот наносишь, да, такой перламутровый розовый, и это оттенок, да, в моем, как бы, стиле, смотрите, вот так вот выглядит красиво. Ну, когда его привезли, этот флакончик, я сразу поняла, что проигрышным вариантом этот не будет, что в любом случае такими оттеночками я пользуюсь. Вот такой вот оттенок. Розовый, приятный розовый жемчужный, такой красивый очень оттенок. Как бы вам так показывать его. Девчонки, я прошу прощения, то, что такое освещение, оно сейчас очень быстро темнеет, и только искусственное освещение вот такое, какое оно есть. Знаете, на глазах этот оттенок, вот вы его наносите, он такой жемчужно-розовый, но при этом на глазах видно, что в нем много золотистых блесточек. Причем вот на руке по свочу я вообще этого не вижу. И тут вот как бы я тоже этого не вижу, но на деле там прям такие золотистые блесточки красивые, это так красиво смотрится. мне понравилось. И также я решила взять себе карандашик. Стеллари Автоматика Эйлайнер 11 оттенок Клилок. Такой вот карандаш. Карандаш тоже на страх и риск, потому что я предпочитаю гелевые карандаши. Обычно такие карандаши я не беру, потому что, ну, они нифига не рисуют. И я, знаете, смотрю некоторые девочки, которые покупают, ну, обычно такие карандаши, не гелевые, и ругаются на них. Я думаю, девчонки, вы что, не понимаете, что надо брать гелевые, потому что обычно не так плохо рисуют, тем более на тенях на всяких. Ну, вот, такой вот карандаш. Просто потому что у меня нет вообще карандашей сейчас, мне их нужно купить. И, ну, мне показалось, что это интересный оттенок, по крайней мере, мой. Такой вот он. Вот он как бы темненько так смотрится. Рисует хорошо. Вот. Ой-ой-ой. Авария случилась. Ой, и карандаш я отломала. Супер. Хорошо хоть не весь вытащила. Значит, отломала я кусочек карандаша. У меня такая... Ну, тут его много, хорошо. Хорошо, хоть... В общем, кусочек вытащила, и кусочек этот сломала. Вот столько осталось. В общем, маленький кусочек у меня. Потерял потери. Значит, что по поводу карандашика? Такой лишний крошечки уберем. Завклеиваем. Я, как всегда. Такой вот карандаш фиолетовый. Видите это? Я уже вытирала его. Достаточно так жирненько рисует. Он рисует по этим теням, по жидким. И для меня это уже определитель, потому что хочу... Да что ж такое? Девчонки, я прошу прощения. Сегодня что-то пошло не так. При съемке видео я никогда не роняла камеру. Тем более два раза подряд. Уж это, конечно... Понимаю, неприятно, некрасиво. Но я тут так стараюсь, распинаюсь. В общем, о данных продуктах. Поэтому надеюсь, что больше я ничего не уроню. Ну, как-то я странно поставила треногу. В общем, вот такой вот фиолетовый карандашик. И сейчас вставлю фотографии с тенями и карандашом. Давайте вот так вот ракурс сделаю. Чуть ли не на стенку залазу, чтобы вам показать более хорошие, да, кадры. Ну, вот посмотрите, какой яркий карандаш. Какой он яркий. Он такой прям... Красивущий. И он, да, он хорошо переносится. И по теням рисует. Вот блеск у нас. Вот такая вот у нас помада. И вот такие вот у нас тени. Тут более или менее вроде правдоподобно все показываю. Прошу прощения за вот это вот мое падение. Ну, как-то вот сегодня что-то пошло не так. Я забыла, что нужно говорить вам цены. Что почем так увлеклась. Рассказом, что начала и треногу ронять. И, в общем, забыла все на свете. Помада у нас стоила 338 рублей. Масло 390 рублей. Карандаш 245 рублей. Тени 466 рублей. Кстати, там вот даже акция сейчас на продукцию для глаз. Скидка на декоративку, там, на тени, на туши. Так что, видимо, эти тени, они как новинка. И достаточно самые дорогие тут получились. Но это не все, что я купила. Также я купила кое-что из ухода. Так, подвинем немножко. Я уже боюсь приближаться сюда, честно говоря. Я приобрела вот такой вот крем для век. Этенсивный крем для сохранения молодости кожи вокруг глаз. Асаи Авокадо. Это вот такая вот серия Skin Studio Superfood. Стоимость его 254 рубля. Да, и если я не ошибаюсь, у меня был этот крем. Но почему-то мне не понравился. По-моему, типа он самый обычный. Что-то не помню почему. Он мне не пришел с ним ни по душе. Не помню. Вот серьезно. Но помню, что он не жирнил век. Не знаю. Хочу попробовать еще раз. Хотела из этой серии взять умывашку. Вот такую вот оранжевую. Она мне безумно понравилась. Но, к сожалению, ее не было в наличии. Она потрясающе пахнет абрикосом. Я помню, что была от нее в восторге. Но так как ее нет в наличии, я, конечно же, ее не купила. Мне нужен крем для век, потому что мой закончился. То есть, ну, там остатки какие-то остались. Я их просто домазываю. И поэтому приобрела вот такой вот кремушек. Он у меня уже отправится в использование. Тут у нас что? Тут у нас носик. Нет никаких железячек. Ненавижу вот эти вот железные железячки, которые вечно нигде не крутятся. Просто носик. В общем, будем пользоваться и делать заново какие-то выводы. Также я взяла патчи. Патчи 551 рубль. Skin Studio. Их там два вида. Такие вот лифтинг. Так, патчи, гидрогелевые патчи для глаз против морщин и отеков. Здесь 30 штук. Обратите, девчонки, внимание, что здесь не 60, а 30. Это значит 15 пар. То есть, это такая уменьшенная упаковка. Она достаточно часто встречается. И Vivienne Sabo такие патчи любит делать. Там, где 30 штук, а не 60. Ну, ладно, они как бы и стоят подешевле. И вот то, что обещают нам, не обещают, а как ими нужно пользоваться. Ну, в общем, я думаю, все мы знаем. Такой вот коробочке патчи. И сами патчи, они вот так вот выглядят. Здесь у нас вот такая вот заглушка. Ну, какой-то косметический аромат. Просто нейтрально уловимый. И вот такие вот патчи. Я вижу, что они не сильно толстые. Очень много жидкости. Такие вот золотистые. Даже нет, они не золотистые, а желтенькие. Так что и взяла патчи. Конечно, можно было набрать намного больше с горяча. Потому что, знаете, когда ты не можешь эту марку купить, и того и сего хочется. Но я вначале хотела и два масла взять, два вида. И то, и все. Короче. Но решила, что не буду корочиться. Знаете, возьму всего понемножку. Возьму помаду, возьму тени, карандаш, маслица. Лучше возьму продуктов из разных категорий. Их попробую. И если мне понравится, закажу еще в приложении. Кстати, хочу сказать, пока я вот вам рассказываю. У меня на губах масло. Оно прям безумно комфортное. Прям безумно-безумно не липкое. Да, ну как бы его чувствую, что оно есть на губках. Но прям вот маслица-маслица. Обожаю такую текстуру. Оно не липкое. Оно не мятное. Не щипает. Не раздражает. Просто у вас такие, знаете, как напитанные губы. И вам безумно комфортно с этим маслом. Какого-то вот сейчас запаха Рафаэла я не ощущаю. То есть, просто у меня на губах масло. Очень приятный продукт. Мне прям понравилось. Я оценила. И весь этот заказ обошелся с учетом скидки 2247 рублей 55 копеек. Вот эти копейки, да, которые я округляла и не говорила. Скажу честно, очень довольна. Очень. Единственное, у меня немножко вот помада, это такая под вопросом. Потому что, ну, как бы я привыкла к более ярким оттенкам. Но она прям такая насыщенная. Интересная. Интересная. То есть, она прям такая серо-лиловая. Посмотрим, вот как с этой помадой я подружусь. Но я сейчас буду покупать что-то, экспериментировать. Потому что, на самом деле, я не хочу пользоваться ягодными помадами, красными. Такими. Ну, мне неинтересно это. Я когда-то любила. Но сейчас я этим не пользуюсь. То есть, у меня были какие-то этапы. Сначала то нравится. Сначала я блесками пользовалась. Там вообще обожала блески. Там лет в 25-26. Потом какие-то там нейтральные помадки. У меня были потом красные помады. Потом малиновые, фуксия. Да. И я в итоге пришла, что мои оттенки это сиреневые. И, ну, как бы мне с ними более комфортно. Я с ними чувствую себя прям, ну, не нравится. Не нравится. Хотя мне идет очень многое. Как бы у меня такая внешность, что очень многое подходит. И сейчас я перекрасилась. У меня просто коричневые волосы. И поэтому, как бы, еще более, как бы, универсально стало все подходить. Но у меня есть свой вкус и свои предпочтения. Так что, вот такие вот у меня были покупочки. Очень хотелось с вами поделиться. Потому что я очень-очень рада. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok